Итак, дорогие друзья, в школе обязательно я за то, чтобы наши ребята могли сами настроить сервер. Значит, я сейчас, уроки будут позже будем делать, а сейчас я расскажу принцип, что мы будем делать. Ну, во-первых, порог входа. Порог входа для работы с сервером это умение спокойно установить и настроить Debian, оптимизировать, умение работать с командной строкой по принципу, по принципу понимаю, что не знаю, знаю где найти. В принципе, я сейчас покажу. Вот реальный пример. Далеко ходить не надо. Это сообщение. Написано было, Сергей Сачи написал, 31 марта 2018 года. Ну, не так давно, да. Но тогда он писал, 5 месяцев назад я Ubuntu не мог установить. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Сегодня он пишет на двух языках и как раз поработал с Ubuntu и теперь сегодня прислал видео, как установил Debian. С Ubuntu помню долго. Так, стоп. А. Это у меня ВКонтакте я выложил, да, его видео. И вот он уже написал видео. Если Ubuntu тогда подольше возился, то тут он за несколько дней уже установил, настроил и уже вот я его просил показать видео, что там получится. Все программы установил. Ну, то есть, вот, смотрю, вот Android Studio, ну, много-много-много. В принципе, как я написал Сергею, следующий ваш шаг – это сервер. В чем классность? Ну, во-первых, это экономия денег. Выбрал любой ВПС, то есть, грубо говоря, сервер. Тебе не надо ни администратора, никто сам себе настроил. Не платишь лишние деньги. Второе, самое главное. Ребят, понимаете, сколько бы вы не пользовались серверами, на всех хостингах вам настраивает кто-то. Они настраивают, в принципе, в основном под PHP и всех стандартная установка. А тут хочется и Kotlin установить, и Java нужную версию, и расположить сайты там, где тебе надо. Это, понимаете, ну, вот, как вы пользуетесь системой и знаете, где что. То же самое и с сервером. Когда ты сам сделал, ты действительно от этого ловишь кайф. И не надо никого просить. Надо тебе что-то, версию какую-то Python установил. Надо тебе какую-то библиотеку установил. Надо тебе Redis установил. Не надо ничего перепроверять. Поэтому этому надо учиться. И привел пример. Ну, хотел, а Сачи разобрался. Теперь, само собой, к серверу придет легко. Ну, а сервер... Ну, посмотрите видео. Я дам под этим видео, видео Асачева. Ссылку на эту статью. Посмотрите. То есть, вот, человек после Ubuntu только вот разбирался с Debian. Да, вопросов, конечно, много задавал. Но не так уж много, будем говорить так. Ну, разные. То есть, в принципе, вопросы все несложные. Но потихонечку разобрался, да, там. В общем, было бы желание. Было бы желание. Вот как будем делать. Я придумал такой интересный вариант. Правильно Сережа видео сказал. Абсолютно угадал мою тактику. Я всегда рекомендую сначала Ubuntu. Потому что Debian установите. Вот у меня сейчас Debian. Ошибок никаких не будет. Просто будет колбасить и колбасить. И все. Не научитесь точно. Сначала устанавливайте Ubuntu. Так как там Ubuntu идет немножко впереди. Там постоянно есть разрабатываемые пакеты. Поэтому придется править где-то что-то. Ну, и информацию по Ubuntu найти за 10 минут легко любую. То есть, разберетесь. Потом уже поднаторели Debian. Потом можно уже Debian сервер. Мы, чтобы быть хитрее, как мы сделаем? Мы, вы установите сервер на виртуальную машину. Разницы нет. На виртуальную машину, чтобы потренироваться. Вот надо один раз запустить сервер. Узяли, стерли. Второй раз пока на автомате. Грубо говоря, чтобы вы понимали, новички, какой сервер мы будем, в принципе, делать. То есть, будем делать самый такой, который для нас востребован. Это веб-сервер. Грубо говоря, что это? Это SSH протокол. То есть, по какому работать. Далее у нас будет связка. Связка, например, или MySQL. SQL, ламп, в общем. SQL плюс джангри, они по порядку. Плюс WSGI. Плюс, наверное, мы будем Endings, а не Apache ставить. Грубо говоря, вот эту вещь, чтобы сайты запускались. И дальше вы увидите, что на сервере много еще можно разных фич, когда сам работаешь, установить там контролирующие утилиты и много-много другого. Плюс почту, плюс разное-разное-разное. Значит, ну, очень удобно тренироваться виртуалке, потому что мы ставим сервер, будем ставить без всякой оболочки, черный экран. Но не надо ничего пугаться. Все будет просто. Просто мы все это дело обхитрим. Обхитрим каким образом? Кто работает с командной строкой, с терминалом, тот просто будет вообще кайф ловить. По сути дела, когда мы установим, да, вроде, но он у нас быстро оживает. Вот. А поэтому мы будем поступать хитрее. Мы будем... Мы будем через пайчаром работать. Оп. И все. Хочешь чего-то? Хочешь чего-то? Посмотреть или сделать, пожалуйста, 2.7. И здесь удобно. Будем... Разберемся с такими программами MS, да, МК, то есть, когда пайчаром, можно все с мышью работать. Не надо только... Это удобно. Ну, мне, по крайней мере. Разберемся с нано. Редактируем, где же нету графической оболочки. Ctrl-X. И потом я посмотрел уже... Можно вот что будет посмотреть. А, бесплатную панелью, панель, например, Vesta. По сути дела, вот такая панель, уже потом на сервер панель поставить, когда уже сначала будем учиться все работать только в командной строке. А там уже тупо только кликать, да, панель. Тем более конфигурацию можно, по сути дела, любую выбрать. Все остальное уже доставить то, что надо. И почему хитро с пайчаром удобно? Ничего не надо. Все можно копированием довольно быстро. Пожалуйста, обновил. Все, пошла обработка обновления. Сейчас это я сервер обновляю. Там, это... Что-то где-то надо поставить. И так далее, и так далее. Удобно просто говорю. Хитро и удобно. Потому что самим сервером, то есть через SSH, самим сервером, если так посмотреть, через виртуальную машину, я сразу понял, мне так неинтересно, да, работать. Тут все надо только при помощи мыши. Но в планах у меня все-таки... В планах у меня все-таки, чтобы мы освоили ВИМ. Но все, пока времени нету. Ну, ничего, ладно. Придет и это время. Обязательно доберемся. Сложного ничего нету. Просто, ну, надо немножко посидеть. Поэтому не надо бояться какого-то черного экрана. На самом деле, все мы будем видеть. Уже даже сейчас вот тот же MS, та же Debian, понимаете? То есть ничего нового. Здесь кто Debian знает, все, те же MNT, OPT, PROS. То есть все файлы. Как и везде. Все файлы, как и везде. Значит, зачем писал видео? Зачем писал видео? Просто сообщить, что на самом деле не так страшен черт, как его молюют. Там сервер трудно собрать. Ребят, ну, если вы пользуетесь Debian, ничего там сложного нету. Настроить 4 библиотеки, грубо говоря. Настроить сервер самопатч, настроить базу MySQL, настроить WSGI, прослойку между WSGI и Django, поставить Django, поставить виртуальное окружение. Ну, вон я на скидку. Все делается на автомате и быстро. И вы знаете, для программиста с командной строкой работать... Вот я открыл там Володю Семеновича нашу. Давайте попробую. Просто вот так на скидку говорю. Я буду сносить этот сервер, потому что там кое-что я по-другому решил сделать. Я тоже люблю покопаться, на самом деле, ребят. Так попробую, так попробую. Второе. Через пайчаром очень-очень удобно. Очень удобно. Сейчас, секунду. Я закрыл это, по-моему. Вот ради интереса показываю, насколько просто, да, вообще. Там. Перешли на ТМП. Все. Бери, да, бомби себе и не дури голову. Устанавливаем ПИП. Все, пошло, все. Только пыль шубает. Установим виртуальное окружение. Обновим виртуальное окружение. И сетап тульс. Все это мы будем делать. Ну, что еще мы установим сейчас. Питон для разработки поставим. Так, мне суда не надо. Очень удобно в пайчаром, ребят. Все. Виртуальное окружение через секунду будет готово. А, Java забыли поставить, но как раз проверю сейчас. Я девятку буду ставить. Виртуальное окружение без Java станет. Это мы для Kiwi ставили. Вот. А я буду пока рассказывать. Поэтому, понимаете, просто когда вы поработаете с Debian, у вас будет в голове уже те же каталоги. Ведь те же каталоги совершенно. Все. Такие же каталоги. Обычный Debian. Просто не будет морды, да. Не будет никакого окружения. И все это можно посмотреть. Ну, давайте быстренько сделаем. Так. Все. Вот, пожалуйста, питон уже у нас сейчас установили виртуальное окружение. Перешли в него. Активировали. Все моментально. Все. Уже работаем. Пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, уже и Django будет стоять. И погнали, и погнали. Сервер настроили. Бац. Сайт готов. Что хочешь установил. Я как раз хотел вообще-то попробовать. По Володиной старой методике станет Java или нет. Все покажу. Вижу. все понятно надо будет суржилис добавить все все я понял но это неважно это все сделаем то есть все довольно удобно вы это поняли хочешь посмотреть каталоги пока нету ms тоже взял все пожалуйста где это дерево каталогов и переходи куда тебе надо все теперь подводим итог ребят вот закончу постоянно вот даже сегодня писал постоянно пишу порог хода для debian сервер умение установить настроить оптимизировать debian пользованный командной строкой как крепкий новичок по принципу умею понимаю что не знаю знаю где найти как найти ребят но ведь постоянно пишу но допустим кто-то берет просто и сразу тупо делает как асачи сначала ubuntu научился интересно и сейчас смотрю debian установил тоже интересно но самое интересное но ведь настройка сервера самостоятельно это же классно но что сложного скажите что сложного 4 библиотеки грубо говоря установить но настроить их да ничего сложного нету правильно если вы не работали с debian с debian а все работаете на windows до сидите пожалуйста но запомните одну простую вещь сервера большинстве своем случаем на debian потому что это надежно windows еще раз говорю я же не против но ребят я еще могу подумать когда человек на windows вот он грубо говоря обычный лузер сидит все в банке там пользуется одной программы там для оплаты то есть и не надо или человек пришел там смотрит фильмы абсолютно верно безразницкая система тогда но если вы программист и собираюсь чисто программировать и вы все держитесь за windows ребят а за что вы держитесь windows вам ничего не даст делать на windows вы можете просто навешивать программы до устанавливать все вы никогда не будете хозяином системы а я же вам показал мы будем собирать мы мы собираем сервер собираем что значит собираем мы не устанавливаем при установке только ссс сервер ссс сервер установили чтобы соединиться да вот так по ftp удобно а дальше уже все сами настроим соберем мы с каэ либо там другую базу джанга в сг и python который собираем по себя потому что linux полностью пускает себя в ребята в систему именно мы настраиваем и становимся системой вот сюда он пускает windows никогда не пускает вы всегда там гость поэтому никогда вы не станете настоящим программистом я согласен еще кто windows нет я не критикую да что просто пишешь программы только под windows но сегодня это уже не практикуется ведь программы пишут по все системы а в linux вы берете и заполняете собой то что вам надо ставите и система которая управляется с командной строки полностью полностью с командной строки ребят ведь это так круто просто вы знаете подумайте над этим если вы собрались быть программистом то вообще-то командная строка должно быть вашим любимым и на самом деле ребят я очень хорошо понимаю новичков когда первый раз открываешь командную строку зачем набирать несколько слов а зачем то но потом когда входишь вкус и понимаешь что ты можешь строить любую систему по себя ты просто начинаешь ловить кайф и это классно так ну то что хотел рассказать я рассказал если честно я не планировал показывать как настраивать веб-сервер просто так получилось мне сейчас понадобилось самому лично пересобрать сервер просто я собрался и думаю на чопроки походу не написать поэтому принцип очень простой ребята кто захочет вот как сергей асачи взял дебян установил поработает значит он уже сервер установит вот так делается все просто работаем с виртуаль бокс установили один он не получился удалили второй третий раз получилось все дуете любой впс либо домашний компьютер ставите нормальный боевой сервер и загружаете туда ваши сайты и работаете чё проще а виртуальной машине почему тренироваться потому что что то не нравится удалил по новому создал не надо бояться потихонечку пишем себе кота опыт накапливать все откладывается еще раз рекомендации это касается особенно ребят школы ребята школы поставьте себе за год стать уверен новичком linux и вы об этом не пожалеете начаться для тех кто начал с этого видео мы вообще-то занимаемся программированием сервера это так начинать надо спайтон жанга далее я предлагаю работать обязательно со вторым языком котлин тогда будет толк многое писала об этом поэтому почитайте сайты сейчас не об этом речь асма серверах говорили да все будет круто в общем все интересно ну и как я обещал посмотрите видео вот сергей только закончил установку дебиан он ее первый раз ставил будет вот это видео на страницу вконтакте мое мою вот на это посмотрите видео он все тут рассказал действительно ну я смотрю молодец хорошо настроил все дальше сергей у вас спокойно вы можете работать сервером потом будет желание со временем захотите хостинг откроете ну тут уже вы знаете как говорится выдумка пойдет дури дури здесь как сервер научился ставить это будет мало то есть несколько серверов сначала домашние обеспечите но в любом случае польза что это будет сами делаете что хотите устанавливать это совершенно другое ощущение когда ты сам поставил настроил ты знаешь где что это офигенно это офигенно вот ну а дальше все равно вы же не остановитесь я уверен пойдете дальше и дальше и так устроены мы люди что хотим больше и больше и больше нам все мало все ребят спасибо успехов